Продолжение следует... Продолжение следует... Битва при уходе. Об этой битве были неиспосланы аяты во второй половине суры Алимран, начиная со слов Аллаха. «И вспомни, о пророк, как однажды утром на рассвете ушел ты от своей семьи, надев воинские доспехи, чтобы растаять верующих для сражения при горе Ухуд». Алимран, аят 121. И продолжаются почти до конца этой суры. Битва Урва, поход на Бану Курайза и поход на Хейбар. Они были неиспосланы аяты в суре Аль-Ахзаба. Поход на Бану Ан-Надир. Об этом походе были неиспосланы аяты в суре Аль-Хашир. Поход на Худайбию и поход на Хейбар. Об этих походах были неиспосланы аяты в суре Аль-Фатх. В этой суре также указывается на завоевании Мекки. Но прямо о завоевании Мекки говорится в суре «Ан-Наср» Поход на Табук Об этом походе были не спосланы аяты в суре «Ат-Тауба» Пророк, салаллаху алейху ассалям, получил ранение только в одном сражении – в битве при Ухуде Ангелы, помогая верующим, принимали участие в трех сражениях – при Бадре, при Ухуде и в Хунайн Также ангелы спустились в битве Урва, когда они сотрясли многобожников Пророк, салаллаху алейху ассалям, бросил песок в лица многобожников, и они покинули место противостояния Великая Победа была одержана в двух битвах – при Бадре и в Хунайн Катапульта была использована только в одной битве – в Таиф Ров был использован только в одной битве, когда против мусульман ополчились разные племена И использовать ров посоветовал Сальман Аль-Фариси